МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Имя этого конструктора стало нарицательным. Оно означает высочайшую надежность, гениальную простоту и могучую убойную силу. Автоматы и пулеметы Михаила Калашникова в фильме «Оружие». Первые партии автомата Калашникова поступили в войска в 1949 году. Простой, надежный, неприхотливый АК хорошо приняли мотострелки, саперы, десантники и морские пехотинцы. Так сказать, преимущество вот этого автомата в сравнении со всеми известными подобными конструкциями в мире заключается в том, что это самый надежный в мире образец стрелкового оружия. То есть по живучести, по безотказности равного этому образцу нет и, возможно, в ближайшее время и не будет. Но конструктор не остановился на достигнутом и продолжил совершенствовать свое оружие. Упрощалась технология производства, повышались боевые эксплуатационные качества автомата. В результате в 1959 году на вооружение советской армии был принят АКМ. Автомат Калашникова, модернизированный АКМ. Калибр 7,62 мм. Длина с деревянным прикладом 88 см. Масса за снаряженным магазином 3,6 кг. Емкость магазина 30 патронов. Боевая скорострельность до 100 выстрелов в минуту. Прицельная дальность – 1000 метров. Дальность убойного действия пули – 1500 метров. Подобно своему предшественнику, АКМ выпускался с деревянным и складным металлическим прикладом. Компактная версия носила название АКМС – автомат Калашникова, модернизированный складной. Новая модель получила вместо прежнего клинкового штыка специальный штык-нож, с помощью которого можно было делать проходы в проволочных заграждениях. Модернизированные автоматы Калашникова могли теперь применяться и в ночном бою. В этом случае на оружие монтировались ночные стрелковые прицелы. Чтобы еще больше расширить боевые возможности АКМ, для него были разработаны прибор и боеприпасы, позволяющие вести бесшумную и беспламенную стрельбу. В начале 70-х годов возникла своеобразная мода на малоимпульсные патроны уменьшенного калибра. Их стали применять во всем мире. Например, калибр 5,56 мм имели американские автоматические винтовки М16А1. Это оружие, в общем, неплохо зарекомендовало себя во время войны во Вьетнаме. Хотя споры о преимуществах и недостатках патронов калибра 5,56 и 7,62 продолжаются до сих пор. В Советском Союзе для малоимпульсного патрона выбрали калибр 5,45. Уничтожение калибра дало возможность уменьшить общий вес оружия, повлияло на это, и дало возможность солдату практически вдвое больше носить боеприпасов с собой, что, в общем-то, немаловажно в условиях боя. Когда, так сказать, всегда знаешь, что имеются еще боеприпасы, и можно вести бой. Пуля калибра 5,45 мм имеет большую настильность траектории, что обусловлено высокой начальной скоростью. Патрон такого калибра в полтора раза легче, чем патрон калибра 7,62 мм. Это выгодно и в смысле экономии материалов, и в тактическом отношении. В частности, в полтора раза уменьшаются производственные и транспортные расходы. При этом патрон калибра 7,62 мм обладает большей дульной энергией пули и, соответственно, большим убойным действием. Следовательно, боеприпасов для поражения цели требуется гораздо меньше. Несмотря на то, что сторонники и противники патрона нового калибра так и не пришли к единому мнению, с 1974 года советская армия перевооружалась автоматами калибра 5,45 мм. Новая версия автомата Калашникова получила обозначение АК-74. Автомат Калашникова образца 1974 года АК-74. Калибр 5,45 мм. Длина с деревянным прикладом 96 см. Масса со снаряженным магазином 4,2 кг. Емкость магазина 30 патронов. Боевая скорострельность до 100 выстрелов в минуту. Прицельная дальность 1000 метров. Помимо нового калибра АК-74 получил ряд усовершенствований. В частности, на автомате был установлен новый дульный тормоз, позволивший при стрельбе к минимуму свести отдачу. В результате такие показатели, как кучность и точность стрельбы, значительно улучшились. Вскоре после начала серийного производства деревянный приклад заменили пластиковым. В дальнейшем появились автоматы со складным прикладом и специальным устройством для крепления инфракрасных ночных прицелов. Они, соответственно, получили обозначения АКС-74 и АК-74Н. Дальнейшим развитием АК-74 стал автомат Калашникова образца 1974 года модернизированный АК-74М. Он поступал на вооружение с начала 90-х годов. Его главное достоинство в том, что он заменил сразу три разновидности автоматов АК-74, АКС-74 и АК-74Н. Новая версия объединила все достоинства прежних моделей. Эффективный дульный тормоз, складной пластиковый приклад и приспособление для крепления ночных и снайперских прицелов. Еще одной модификацией АК-74, которая заслуживает отдельного упоминания, стал автомат с укороченным стволом, получивший обозначение АКС-74У, складной образца 1974 года укороченный. Он был предназначен для вооружения экипажей танков, боевых машин пехоты и артиллерийских расчетов. Кроме армии, АКС-74У широко используется в МВД, поскольку удобен при перемещении в автомобиле и имеет небольшие габариты. По этой же причине, а также потому, что его легко спрятать в сумке или под одеждой, АКС-74У популярен среди охранных структур. Для подразделений спецназначения был разработан вариант АКС-74УБ, который имеет крепление для глушителя, ночных и снайперских прицелов и 30-ти миллиметрового подствольного гранатомета БС-1. В послевоенные годы оснащение советской армии стрелковым оружием шло по принципу максимальной унификации. Все штатное вооружение стрелковых подразделений должно было иметь единый боеприпас. Унификация также предполагает создание единообразно устроенного оружия с одинаковыми составными элементами и служит сокращению времени и затрат на его производство. В значительной степени обеспечивает взаимозаменяемость деталей, упрощает снабжение, эксплуатацию и ремонт. С учетом успешного применения в войсках автоматов АК и АКМ было вполне естественным поручить разработку нового ручного пулемета Михаилу Калашникову. Конструктор успешно справился с поставленной задачей. В 1961 году на вооружение был принят единый пулемет ПК и несколько его разновидностей. Пулемет танковый ПКТ, станковый ПКС, бронетранспортерный ПКБ. Пулемет Калашникова ПК, калибр 7,62 мм, длина 117 см, масса со снаряженной лентой на 100 патронов 12,9 кг, боепитание, лента на 100 и 200 патронов, боевая скорострельность до 250 выстрелов в минуту, прицельная дальность 1000 метров, дальность убойного действия пули 3800 метров. На вооружение стрелкового отделения был принят также РПК, ручной пулемет Калашникова. Он во многом аналогичен своему предку АКМ. Большая часть их узлов и деталей взаимозаменяемы. Таким образом, в унифицированную систему вооружения был включен еще один вид стрелкового оружия. Ручной пулемет Калашникова надежен по своим характеристикам, не боится внешнего воздействия среды, ни пыли, ни грязи, ни дождя. Очень надежный аппарат. Популярность Калашникова и его оружия во всем мире безгранична. Известный израильский конструктор стрелкового оружия «Исраэль Галили» при встрече с Михаилом Тимофеевичем на одной из международных выставок оружия заявил «Вы среди нас самый непревзойденный и авторитетный конструктор». Что же касается главного детища конструктора автомата Калашникова, то он признан изобретением века. Такую оценку дала французская газета «Либерасьон», которая составила список выдающихся изобретений 20 века от аспирина до атомной бомбы. По оценке экспертов, к началу 21-го столетия в различных странах мира было изготовлено более 100 миллионов АК различных модификаций. Автомат Калашникова изображен на государственных флагах и гербах Буркина-Фасо, Восточного Тимора, Зимбабве, Мозамбика. В некоторых странах Африки в честь этого оружия детям дают имя «Калаш». За шесть последних десятилетий автомат Калашникова приобрел репутацию пехотного оружия номер один, который превосходит лучшие западные аналоги. Конкурентов ему в мире нет и в ближайшее время не предвидится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова